ой ну короче не знаю я будет интернет или не будет на завтра я в общем мастера блять опять они мне поставили потому что сегодня блять этот мастер блять ломастер походу ничего не наладил хотя поставил новый роутер короче блять это не я такой плохой это интернет такой плохой вот такие дела давайте пиздите чем молчите я не знаю блять уже тысячу раз говорил чё за шредер вообще что за шум какая-то нелепая фамилия блять я же говорю я знаю только одного шредера это чувак из черепашек ниндзя который все время черепашек ниндзя пиздил да нахуй мне смотреть еще блять ну зачем мне это нужно я под водой да так точно если я не знаю что это за чувак значит он ничего из себя не представляет интересного логично накачался без фарма но понятно все завтра видосик будем снимать я думаю я тоже без фарма накачался пацаны всем говорите об этом и без фарма из фарма блять как я только не качался это точно мне нечего скрывать я натурал да у меня все нормально отличный вопрос Russian Army ты просто блять сейчас в тему нет водянов на связь не выходил ребят тут спрашивают собираюсь я выступать или нет чё чё пацану то сказать я даже не знаю я в растерянности оги я не понимаю что ты пишешь у тебя что-то с клавиатурой Savin Life я вижу ты интеллектуальные вопросы задаешь я предлагаю тебе эксперимент открой магаз спортпита поработай немножко потом ты сам ответишь мне на этот вопрос видел анонс боя пианы и бойца мм а да это очень смешно я почитал это почти так же смешно как бой тихомирова с дочью я смотрю я даже не знаю кто с кого все блять это копирует я да в юниорах хорош тема отличное предложение я согласен да конечно без проблем Фирамир оги блять что ты пишешь что с тобой да чё сразу мелочиться в мэнс физик пойду блять всех рвать Кирюш как скажешь вот тут ты прав блять какая жара на улице это пиздец хочу со связью сейчас пока не обрывается сейчас пока вроде все норм кстати это тип с которого начались эти бои блять я вообще не в теме короче я понял я знаете что хочу сказать я хочу сказать что я хочу старт трек посмотреть новый вот это блять охуенно интересно мне а все остальное блять хуйня интересно ну чё молчите то сказать нечего глаза красить шорты покороче у меня разные есть мое приезд в москва было круто спасибо у меня фотки качков висят в квартире да висят и завтра будут звонить с фабрики нет я не перманентно в поту в такую погоду только когда активно что-то делаю что случилось наверное меня нету больше в новой арене поэтому видосиков из новой арены больше нету нет почему эврика старые все на месте и мастер и в натураху блять и честер все на месте когда в москву заедешь возможно на этой неделе что по моему спортпиту в процессе плюс ты да сегодня пиздец какой-то вообще нереальный просто иван чел точно прости лиан давно не заходит огурцов не был на россии какой россии огурцов на питере выступал ну а куда он еще полезет то он высокий здорово мастер как раз вспоминали всех завсегдатых и тут раз и ты не знаю нет наверное нет я по делам туда еду нет спать не хочу это я просто зеваю потому что жарко и кислорода не хватает это точно мне 31 причем здесь бажанов вообще там же тихомиров я где только не проходил пожалуйста я уже по этому поводу все говорил я говорил что чрезвычайно интересно безумно интригующе невероятно захватывающе достаточно эпитетов не разбивая медийность что ты под этим подразумеваешь добрый вечер перекуси пацаны я не развиваю медийность понятно у меня были рывки но я ее не развиваю я никому не известный персонаж сижу себе тихонечко тут что то и вещаю вам не развивая свою медийность картошка с мясом блять тебе хорошо это вкусно отдыхает топ любимчиков по скайпу со мной поговорить я не знаю как это делается мастер если честно вы уже private трансляции хотите я так понял пиццу красавчик блять это очень классно но к сожалению мне этого уже нельзя модель а я не помню ее название но охуенный да конференц звонок но у меня и скайпа нет я тебе честно если скажу да они стоили да до хрена они стоили но была распродажа и я отхватил она была единственная эта пара голубей батоном кормить я понял о чем ты так они такие универсальные хоть женские хоть мужские просто размер если подойдет ну кросс крутые да базара нет блин да что ж это такое то еб твою мать взял мазда 2 ну поздравляю тебя сегодня что ли а блин блять как тяжело когда все болит а это просто пиздец какой то сейчас 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 оп 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 вот там не выставляйся а проставляйся фу 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 американские горки устроят да я телефон на зарядку ставил чтобы вы не орали потому что я ушел фу 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 поливаешь деревья в саду ты что ли садовником работаешь У тебя в саду интернет лучше, чем, блядь, у нас в квартире Здорово вам в Москву тогда Ты красавчик, это очень хорошо, что ты молодец Самое главное, что я говорю, блядь В Европе на улице интернет, Wi-Fi лучше, чем у нас в квартирах Вот, блядь, наши высокие технологии Нет, почему люди должны меня пугаться? Никто меня не пугается Блядь, еб твою мать Я отвечал на этот вопрос пять минут назад Нет, конечно, а что тыкать-то? Да брось ты На самом деле ерунда Да я туда регулярно хожу, что ж теперь мне не ходить туда, бояться ее, что ли Блядь, ну какие видосы из новой арены, если я в новой арене уже полтора года как-то не работаю Блядь, ребят, вы вменяемые нахуй вообще или как? Вот ты уволишься с какого-нибудь места работы, а я потом тебя буду спрашивать А ты вот на то место работы еще придешь Пиздануться можно, блядь Отлично мороженого нету. Сегодня еще, да, завтра уже нет. Да, ленивые пиздюки, конечно, я говорю, что тут говорить. Ой, ребят, так руки затекли. Цветы, меташку крашу туда понемножку, по чуть-чуть. Не, протеинчик не помогает, только меташку и гармошку. Давайте замучим, предлагайте тему. Буду говорить. Я просто что-то вялый сегодня. Видите, жара меня разморила. Про футбол ребят уже рассуждал. Как бы вот вчера, не иначе, как я в трансляции, рассказал свое видение, что я считаю, что просто нехуй такие деньги платить. Нужно людей штрафовать и жестко хуесосить за такие вещи. В зарубежном билдинге, ну вот не иначе, как вчера Chicago Pro закончилась, вы знаете, да? Выступал там этот Майкл Локет большой, который не грил, такой. Даллас Маккарвер, там был, все кричали, что этот Майкл Локет такой невероятно огромный, что прям всех порвет, порвет. Вот вышел Маккарвер, который не такой огромный в плане объемов, но при этом высокий и достаточно массивный, но поровнее, чем Локет, блядь, и вынес всех в одну калитку. В принципе, Маккарвер довольно-таки хороший, мне понравился он. Вот. То есть такой готовый, готовый, про. Не надо на свой молодой возраст, тем не менее. Вот. То есть мускулатура развита, жесткий. Вот. В принципе, все, что могу сказать. Я думаю, что там за топ-10 он будет бороться. Так, еще один. Про Водянова спрашивает. Я вижу, вы все тут, блядь, у меня по 30 раз это не те же вопросы будете задавать. Сегодня в железном рейтинге рассказали, что я обиделся на Долера Исматова. В железном рейтинге все время рассказывают какую-то хуйню, которая не соответствует действительности, блядь, не на один, блядь, процент. Поэтому, блядь, хочется сказать, шли бы они нахер, блядь, со своими псевдо, блядь, новостями. Давайте я расскажу, что железный рейтинг обиделся на железный мир и потому, что железный мир написал, что железный рейтинг это маленький кусочек железного мира. А? Прикольно, интересно, захватывающе, гениально, не правда ли? Блядь, пиздец вообще, блядь, давайте из пальца высасывать новости и постить их. Это будет так прикольно. Меня кто-то вообще спросил, блядь, об этом, какая у меня была на это реакция. Реакция была не у меня, реакция была у моих подписчиков, которые начали все дружно написывать Далеру, что Далер 20 тысяч раз пожалел о том, что он сказал. Вот, и все, блядь, это не я написывал там что-то. Так что, у меня больше подписчиков, поэтому мне похуй. Фил Хитт победит, Деннис Вольф форму не успеет такую набрать, Кевин Леврон будет за пятеркой, Бег Рами должен быть в тройке. Второй Александр Федоров всех победит. Да так, думаю, просто выйду немножечко, блядь, попозирую, да поеду, че. Какое место. Да, главное ж не победа, главное участие. О чем ты говоришь? Не, я не удивился, что ты написал дядю Сережу, просто все называют дядю Сережу, и меня это веселит с той точки зрения, что это звучит так, как будто все остальные блогеры мужского пола, они не дяди, блядь, а они тети, а он единственный дядя. А вы все маленькие пацаны, которые, блядь, должны называть его дядя. Я только с этой точки зрения. Да какие новости от пюр? Я не в пюре, а в пюре остались одни телки. Какие ты хочешь оттуда новости? Там новостей нет. Че-то никто не поддержал моего энтузиазма. По поводу того, что Александр Федоров станет вторым на Олимпии в этом году. Да я по сравнению и с вашим дядей Сережей, дядищем тоже, так что я не обижаюсь. Саня первый, да? Ну, может быть, с Филом поборется, в принципе, есть вариант такой, вероятно. и Невский должен там где-то, да, замыкать троечку. Ну, молодец он единственный такой. Все остальные-то вообще не тренируются. Так просто в зал ходят, блядь, гантельки поподнимать. Это правильно. Правда, ты забываешь еще, Гостюнин сказал, что единственные два человека в России, которые ебашат, это Гостюнин и Щукин. Так что, блядь, ты снова пальцем в небо ткнул и не попал. Гостюнин и Щукин ебашат, больше никто не ебашит. Обязательно, обязательно добьется успеха. Да, только синтол в грудь, и все получится. Мне тоже так кажется. Да я же говорю, мастер. Жара. Ты все подвоху ищешь? Да нет подвоха, нет. Мнение о Сане Щукине. Элитный бодибилдер, как и все остальные в России. Ну, у него проблема с грудью, да, да, да. Это тут ты в точку попал. Проблемочка есть небольшая. Сколько воды литра в день? Ну, цветок литр выпивает. Я со всеми в ладах. Я всех люблю и безмерно уважаю. Синтола дать? Ну, дай синтола. Конечно, дай. У тебя есть? Ой, блин. У меня нет. А у тебя? Да, мы тут так по чуть-чуть всех обсираем, как обычно. Всех бодибилдеров. Делаем прогнозы на мистер Олимпия. Решаем, пойдет ли в тройку Александр Федоров или нет. Собака-убийца. Ебать, она сажала кота у тебя, что ли, поэтому теперь кота нет. Эх, ничего, не переживай, купишь нового кота возьмет. Как скажешь? О, блин, совсем забыл. Да, там где-то еще же должен Лисуков быть. Мы поняли, поняли, Серега. Хорошо, ты только успокойся, не нервничай, пожалуйста. Как скажешь, так и будет. Как страсть к тренировкам. Да, мастер, вот я два дня сейчас сделал специальный перерыв перед тем, как начинать подготовительную часть. Да, и могу сказать, что так бодрее. Ну, я еще специальные укольчики делаю. Так что, должно быть все нормально. Как говорится, не ссы, прорвемся. Вот. Какой-то вопрос упустил. Про Скоромного, да, вы там писали, про Лисукова. Какие места они на Олимпии займут. Ну, не знаю, но я думаю, что в десятке будут все. Все будут в десятке. Все нормально. Russian Bodybuilding is very well. It's high enough. Что я юзаю из мяса? Это отличный вопрос. А что бы ты порекомендовал? Что вообще нынче в тенденциях, в трендах, так сказать? Быть может, я что-то делаю не так? Когда я из пюр ушел, майки остались в шкафу. Хотите разыграть мои майки, в которых я по телу тренировался? Яц в... Не дописал. Очень-очень нехорошо получается. Я согласен, мастер. Я на диване, а не на Олимпии. Непорядок. Я считаю, должно быть все наоборот, правильно? Поэтому так и будет. Говядина, курица, рыба. Я люблю Макдоналдс очень. Первый русский мистер Олимпия. Кармия. Я буду служить в сапогах, в пограничных войсках. Яц в лучшей форме. Ну, однозначно он был бы в топе, но я не думаю, что он претендовал бы на тройку. Сейчас, видишь, выбирают более гармонично сложенных ребят. То есть сейчас недостаточно быть большим, сейчас надо быть еще и ровным. Фил Хит все-таки, как ни говори, ровнее. Декстер Джексон ровнее, Деннис Вольф ровнее. При том, что все мышечные группы тоже развиты. Яц одно перед ним, перед теми преимуществом. У него другая фактура мускулатуры. Он жестче. Но я не думаю, что это бы позволило ему сейчас их обойти. Тенденция уже другая. Почему Рич Пиано не выступает? Ну, может, потому что ему нечего показывать. Да нет проблем. По образованию я педагог-воспитатель учеников начальных и средних классов через перископ. Почему я решил разыграть спортпит? Не понял вопрос. Олимпию выигрывают, блядь, всем, плюс рекламными контрактами. Так что, то, что ты прочитал, плюнь, разотри и выброси. Но то, что там написано, естественно, без спины невозможно выиграть. Что за глупая вещь такая? Почему решил раздать? Потому что я очень добрый, очень хороший человек. Таких вы больше нигде не найдете. Так что, пользуйтесь моей благосклонностью, господа. Ну, по сравнению с Роней, конечно, не было у Леврона спины. И с Дорианом, по сравнению, не было спины. Ага, по сравнению с любыми другими была. Спасибо, король Синтол. No problem, no problem. Добра душа человека. Да, я культурист и педагог. Ой, как темно. Здравствуйте, уважаемые. Потихонечку, вашими молитвами. Спасибо. Остаются, не понял, какие мышцы у меня отстают. Наверное, хотел ты написать, каких ты добавил. Мастер, я тебя сейчас удивлю, но я добавил абсолютно во всех мышечных группах за это время. Нет такой мышечной группы, в которой бы я не спрогрессировал. Другой разговор, что есть те мышечные группы, в которых я хотел бы добавить еще. Ну, как сказать, прогрессу, прогрессировать можно постоянно. Так что, ну, на данный момент это вот то, что удалось набрать за этот период. Теперь будем делать из этого качества и выходить с этим делом, выносить всех. Мышечную группу считаешь? Да, трудно сказать, не знаю, блин, сейчас спина уже не будет так доминировать, потому что я подтянул те мышечные группы, которые выпадали. Сашка соскочил. Да хрен его знает. Я не знаю, как это взял, да соскочил. Довольно ровно на самом деле все, я хочу сказать. Естественно, мне не очень устраивает форма травмированной ранее давно груди правой, но тем не менее мне удалось ее увеличить, реально увеличить, да, то есть как фактически, так и визуально. Я не успел прочитать, что ты написал про... Еще раз, пожалуйста, напиши. Докинул бы места, да и везде, его надо везде накидывать, ребят. Мне же нужно еще тяжелее становиться, еще больше становиться. Нет такого, что не докинул. Везде нужно накидывать, везде, равномерно, аккуратно, постепенно. Это же не так просто взял и накинуть, блядь. Оно же формируется, уплотняется. Это не жир накинуть, блядь, за неделю. Куда больше. Ну, еще хочу на внешнюю пояс бедра, еще хочу на приводящую пояс бедра, но на внешнюю больше. Еще хочу на руки, на голень, на грудные. Сколько вешаю, не скажу. Ну, сколько хотелось бы весить на сцене. Не знаю, потому что не знаю, сколько, с каким весом я выйду в этот раз на сцене. Судя по фото, спина у меня готова к олимпе. Ну, видишь, спина, она у меня всегда была сильной мышечной группой. Она становится еще толще, более деталированной. Но это вовсе не означает, что она готова к тому, чтобы выходить на олимпе. Я думаю, что просто через годик мышцы должны быть готовы к тому, чтобы все-таки конкурировать на более высоком уровне. А пока что надо работать просто и работать дальше. Нельзя подшаманить. Ребята, вы заебали его, честно. Вы простите, но буду говорить прямо. Вы нихуя, блядь, не понимаете. Нихуя не понимаете, что такое синтол. Как можно подшаманить рваную сисью синтолом, если там вмятина. Вмятина, блядь, вы понимаете, она приросла другими волокнами, блядь, в другие места. Я что вам в эту вмятину, блядь, должен вхуярить синтол в пустоту, блядь? И что произойдет? Там появится шишка, блядь. Если вы нихера не понимаете, что вы, блядь, совет это даете, а? Вы даже не понимаете, как это работает вообще, блядь. Ну, бред же, а? Хорошо, как скажешь. Так и сделаю. А если мастер оперировать, то наши же пороки хирурги ее сделают, блядь, хуже, чем она была. Сколько людей у нас делали операцию с сиськами в России, никому еще ничего нормально не пришили. Так что, блядь, спасибо боженьке и матушке природе за то, что, блядь, приросло так, как оно приросло. Оно приросло, будем говорить, на 90% правильно по сравнению с тем, как это могли сделать врачи. Поэтому, блядь, работать просто надо дальше. Да и все. Пиздец, подшамань, сисью синтолом. Чувак, у тебя что-то голень отстает. Подшамань, по себе голень синтолом. Знаете, так это все так просто, пиздец просто. Знаешь, чувачок, у тебя что-то руки не очень. Пойди-ка подшамань к синтолу, мы, в принципе, ты готов всех рвать. Ой, смотри-ка, у тебя, кажется, внешняя парь с бедра немножко отстает. Подшамань-ка ее синтолом. О, порядочек, ништяк. О, смотри-ка, елочка видна. Сепарация, дефиниция, ништяк. А подшамань-ка еще туда немножечко синтолу. Ну, так совсем хорошо. Так, может, и качаться тогда не надо? А просто подшаманивать немножко все синтолом. Да и норм, че. Нету сисек синтолу подшаманил. Нету рук синтолу подшаманил. Опа, в голень импланты вставил. Опа, блядь, спину, блядь, импланты вставил. Блин. Так ты не спрашиваешь, в том-то и дело, а советы даешь. Вы, блядь, услышали две программы все того же, блядь, пресловутого железного рейтинга и решили, что вы разбираетесь в вопросе. Да, кстати, да, а потом еще и туда можно подшаманить немножечко синтол. Не надо, блядь, считать себя экспертами в том, в чем вы, блядь, вы даже не знаете, как это выглядит. Да, да, такая рекомендация уже была. Вот тут ты, док, полностью, блядь, полностью прав. Вот стоило поднять этот вопрос единожды, как все, сука, стали экспертами в этом вопросе. При том, что еще толком даже никто его колоть не умеет, блядь, до сих пор. Все ходят, блядь, с шишаками, блядь, как эти, как динозавры, блядь, в шишках. Тоже мне панацею, блядь, нашли масло в себя накачивать, блядь. Просто нет, конечно, не общаюсь. Но может быть, потому что, блядь, у меня, собственно, все масс-медиа это средства для зарабатывания денег, нет? Средства для популяризации себя и зарабатывания денег. Мне как бы неинтересно общение просто вот так вот а-ля привет, как дела? Ну, конечно, ты хз, потому что у тебя, наверное, не столько сообщений, сколько меня в день. Наверное, у тебя есть какая-то, блядь, единственная работа, на которой ты зарабатываешь за П. А моя работа, блядь, это вам все в этом вешать что-нибудь про синтол, про фармач, про спортбит и получать за это деньги. Я барыга, да? Ты прав. А ты нет. Поэтому смотри и учись. Может, когда-нибудь тоже будешь барыгой. Только кроме слова барыга, ты будешь еще какие-то деньги получать, а не просто говорить, что ты барыга. А-ля, смотрите, я барыга, я трусы продал. В перископе странных людей в принципе много. 99% нашей страны это странные люди, блядь, очень странные люди. Люди, которые хотят, чтобы все было правильно, но и при этом сами делают нихуя не хотят, блядь, и не знают, как делать правильно. Но сидеть у себя на кухне, блядь, и рассуждать об этом, блядь, это у нас все могут. Не, я не знаю, еще атлета, я вообще ничего не разбираюсь. Я не в курсе, ребят, я натурал, как там вы говорите, шреддер, шреддер сам накачался без всего. В Европе спрашивают, а поэтому надо валить в Америку, а не в Европе сидеть. Я занимаюсь сколько лет? Я занимаюсь уже лет так 16. Да, 16. Ну вот видишь, мастер, хоть что-то общее нашел между нами. Тыщ, ты, тыщ. Ладно, пацаны. Че-то сплю я. Завтра к вам загляну. Да не обращай внимания, док. Это всегда так. Так всегда. Давайте, ребят, покидом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok